Здравствуйте, это рынки в студии Алифтина Пенгальская. Дисконт крайне привлекательный, но чего тут больше? Возможностей хорошо заработать или рисков все потерять? ЦБ снова призвал частных инвесторов учитывать те самые риски при покупке акций и депозитарных расписок квазироссийских компаний. При этом дисконт на такие бумаги, по данным самого регулятора, на внебиржевом рынке может достигать 50%. Обсудим ситуацию с экспертом и поговорим, насколько вообще популярны сейчас такие сделки и действительно, насколько большие риски. Ну а также обсудим то, что долги в России добрались до рекорда. Еще 2 миллиона россиян стали заемщиками по итогам первого полугодия 2023. Таким образом, общее количество людей в нашей стране с кредитами достигло 47 миллионов человек. То есть, грубо говоря, каждый третий у нас в стране имеет как минимум один заем, один кредит. При этом заемщиков с тремя и более кредитами 11 миллионов. Опасны ли это экономики? Были ли подобные же уровни в России раньше или в других странах? С чем это можно сравнить? И как в итоге регулятор будет эту ситуацию регулировать или пока ничего не вызывает беспокойства? Также обсудим. Но вы напишите, пожалуйста, в комментариях на сколько у вас кредитов есть ли они. Посмотрим на такой выборке наших зрителей и подписчиков РБК Инвестиций, YouTube-канала. Справедлива ли статистика? Применима ли она к нашей аудитории? Мы все ваши комментарии читаем. Иногда я выбираю даже самые интересные. Вот спасибо большое за активность под нашим предыдущим видео, посвященным ипотеке. А так понравился мне очень комментарий нашего зрителя Анатолия Красовского. Он написал, что в России деньги надежно разместить, кроме как в кирпичи, ну то есть в квартиры. У среднего россиянина некуда, поэтому они всегда у нас будут расти в средне-долгосрочном периодах. Анатолий хочет сказать, смотрите, пожалуйста, нашу программу и по ТВ, и на YouTube-канале. Мы рассказываем, где еще можно надежно разместить деньги. Но сначала вкратце о том, что происходит в мире и в России. Сегодня в Азии торги в Китае идут преимущественно в красной зоне. Вышли с утра данные по индексу деловой активности PMI. В производственном секторе опустился этот индекс ниже 50. В сфере услуг также худший результат за последние 10 месяцев. В целом из Китая приходит какая-то разнородная вечно статистика. То хорошие результаты, то плохие. Даже до конца нельзя понять вообще тренд, если он общий, если тренд на какое-то улучшение. Это, конечно, сбивает с толку в том числе и инвесторов, которые на этом рынке присутствуют. Такой вот негатив несколько перекинулся и на Америку. Сегодня фьючерсы, на ключевые американские индикаторы, торговались в слабом минусе. Хотя при этом вроде как сегодня стартует заседание ФРС США. Ошартить Федрезерв, как было видно из предыдущих лет, не совсем разумно. Но посмотрим, как в итоге стартуют сегодня торги в Америке. Сегодня начинается заседание Федрезерва, но уже завтра будут объявлены решения. По ключевой ставке пока консенсус, что она останется на прежнем уровне в 5,5%. Но в любом случае выступит Джером Паул, глава ФРС. И все ждут от него, конечно, каких-то намеков, до какого срока сохранится эта жесткая денежно-кредитная политика. Что касается российского рынка, то вчера торги завершились в таком слабом плюсе, почти на нулевой отметке. Сегодня фьючерсы на индекс Мосбиржи также торгуются около нуля. Из интересных событий сегодня фикс прайс опубликует свои операционные и финансовые результаты за третий квартал. На рынке ждут в принципе слабых результатов, поскольку был рост стремительных операционных расходов, а рост выручки вряд ли, по крайней мере по прогнозам, смог догнать этот рост операционных трат. Ну, посмотрим. А также из интересного, какие можно отметить интересные корпоративные истории. Вчера в антилидерах рынка была Сегежа, потеряла она по итогам торгов больше около 3%. Бумаги выглядят хуже рынка ввиду повышения ключевой ставки и закредитованности Сегежа. Компания имеет высокую долговую нагрузку. Лучший рынок вчера выглядели и на Арктика, и Куйбышев Азот. Они объявили о выплате дивидендов. Дивидоходность не очень высокая, порядка 2%, но, как говорится, мелочь, но приятно. Что касается валютных торгов, то доллар сегодня незначительно слабеет. Торгуется в районе 92,5 рублей, и евро в районе 98,5 рублей. Ну, а мы переходим к нашей первой теме. Это квази-российские компании и покупка их депозитарных расписок. И к нам присоединяется Вячеслав Таквиль, инвестор-трейдер. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, да, накануне ЦБ выпустил такое очередное предупреждение, направленное в сторону инвесторов, в том числе частных инвесторов, где регулятор снова перечислил те риски, которые могут возникать при покупке акций и депозитарных расписок квази-российских компаний. Но, между тем, дисконт, опять-таки, по подсчетам самого регулятора, на внебиржевом рынке на такие бумаги составляет до 50%, и, конечно, многим может показаться очень привлекательным. Давайте, Вячеслав, начнем с такого базового вопроса. Расскажите, пожалуйста, в целом, о каких сделках, с какими расписками вообще идет речь, и за счет чего они так были популярны, и за счет чего будет доход, на что расчет? Давайте сначала. Понятно, что после того, как случилось СВО, у нас на внешних торгах очень сильно упали цены на российские бумаги, и в ноябре 2022 года брокеры начали активно покупать через нерезидента в депозитарной расписке с дисконтом. То есть у нас российские торги внутри, они возобновились по этим бумагам, а на внешнем контуре они полностью прекращены. И вот та цена, которая была последняя, она, по сути, и зафиксировала цену этих расписок. В результате это образовался огромный дисконт, например, тот же самый Яндекс, он составлял 64%, X5 – 53%, ритейл, ВК – 68%, ну и так далее. То есть очень много бумаг, которые имели дисконт от 50% до 70%. Естественно, это стало довольно интересным и привлекательным. Если какая-то компания завершит свой переезд в Россию, то данные расписки, они должны быть расконвертованы и превратиться в акции. То есть таким образом вы сразу фиксируете себе доходность довольно приличную, там 60%, 50%. И в том числе то же самое происходило по евробондам, которые были заблокированы в систему Clearstream и Евроклик. Но ведь, насколько я помню, что в августе этого года Центробанк неоднозначно дал понять брокерам, которые практиковали вот такие схемы, что это не совсем хорошие схемы, что не стоит их больше практиковать. И мне казалось, что уже после этого вот все эти операции с покупкой депозитарных расписок в азероссийских компаниях у нерезидентов как-то прекратились, нет? В действительности так оно и случилось. То есть у нас вот эти нерезиденты подали часть бумаг, и эти бумаги они же получили уже новых владельцев внутри России, то есть это уже русские владельцы. И возможно кто-то из этих русских владельцев решил эти бумаги, ну не оставаться в них, не рисковать и выйти из них. Возможно вот эти сделки еще проходят, я думаю, что речь идет как раз о вот таких ситуациях. То есть это уже с недружественными иностранцами. Не кажется, что только ВК провел редамицелляцию недавно? То есть это фактически только кейсы ВК касается? Нет, это не только ВК, целый ряд бумаг, это и ВК, и Яндекс, и Тинькофф, и Фикс Прайс, и Циан, и Софтлайн, и Талон. Ты уже завершил редамицелляцию, то есть уже расчет, я так понимаю, что покупка в расчете на редамицелляцию? Конечно, конечно, чтобы получить свою прибыль, чтобы быстро получить и зафиксировать ту прибыль, которая набежала вот эта разница, это фактически арбитраж между внешним рынком и внутренним рынком российских акций. На внешнем контуре стоит дешевле, у нас дороже, соответственно, вы получаете акцию, и вы сразу можете ее продать на счете у брокера. Я спрашиваю, Вячеслав, завершенный кейс у нас только с ВК, правильно? Да. То есть можно сказать, что когда после завершения редамицелляции мы увидели резкое падение акций ВК, это было связано с этой конвертацией по этим схемам? Вполне возможно, что как раз те, кто получили эти акции, начали быстренько от них избавляться и фиксировать свою доходность, которая уже была получена фактически между разницей. Я думаю, что также такие ситуации могут возникнуть у ряда других имитетов, которые собираются переходить, то есть есть часть уже, которые куплены акцией, и, соответственно, в случае переезда они тут же будут фиксировать свою доходность. И тут, наверное, больше вопрос к регулятору, можно ли как-то ограничить объем тех продаж, которые происходят как раз-таки вот этих акций, которые расконвертировались после переезда. И если такой механизм какой-то создать, то вполне возможно, что и волатильность будет низкая. Да, до этого вы сказали, что в целом после предупреждения ЦБ, но подтвердили, что вот эта схема покупок, расписок у нерезидентов, как-то заводы их в российский контур, в принципе, прекращена. Зачем тогда сейчас регулятор снова выпускает это предупреждение? Какие-то другие схемы теперь продолжаются? Ну, видимо, есть возможности какие-то провода еще дополнительных схем. Но там самый главный нюанс, о котором говорил ЦБ, и суть этого нюанса заключается в том, чтобы внутри вот этих сделок не находились недружественных нерезидентов. То есть речь идет как раз о них. Если же в магии владели дружественные нерезиденты, то в данном случае они не попадают под соблюдение указа президента, и, соответственно, такие сделки можно проводить. Поэтому вполне возможно, что через недружественных нерезидентов еще какие-то сделки могут проводить. То есть суть процесса в том, чтобы не нарушать законодательство. То есть ИЦБ именно за этим поспособствовал и провел встречу с профучастниками в августе для того, чтобы немного снизить вот этот накал переезда и перехода части акций российских компаний. Вячеслав, что вы, в принципе, думаете по поводу идеи покупки бумаг квазироссийских компаний, которые стоят первыми в очереди на редмицелляцию в надежде на рост таких бумаг после окончания этого переезда? Или эта идея, кажется, слишком долгоидущей и с большими неясностями? Единственная неясность, которая здесь присутствует, и она заключается в том, что у вас горизонт переезда, он не совсем ориентирован. То есть у вас есть там приблизительно полгода, в течение которого, согласно указу президента того же самого, российские компании должны переехать. Какие-то компании переедут быстрее, какие-то медленнее, но в результате этого вы морозите эти средства на неизвестный период. Плюс к этому, согласно, опять-таки, учета из системы брокера, если вот кто-то решает купить эту бумагу, то, по идее, он должен быть записан и во внутренней системе брокера, и вот прибыль, которая получается, она должна быть зарегистрирована на отдельном счете и как бы заморожена. И вот этот момент, он сильно подвешен, и многие как раз-таки не входят в эти схемы как раз из-за того, что вы можете оказаться вот с этими деньгами, да, вы получили какую-то бумажную прибыль, но сделать с ними ничего не сможете. Вот именно этого многие опасаются, но это чаще всего касается уже не акций, а уже митетов другого характера, то есть облигации, в частности, Белоруссии тоже, которые предлагались, еврооблигации российские, ну и так далее. Спасибо большое, Вячеслав, за ваше мнение, за разбор данной ситуации. С нами на связи был Вячеслав Таквил, инвестор, трейдер. Обсуждали мы предупреждение ЦБ о рисках покупки депозитарных расписок на внебиржевом рынке от квази-российских компаний. Напишите, пожалуйста, в комментариях, практиковали ли вы когда-нибудь такую схему, есть ли у кого-то такие бумаги, купленные в надежде на ряды мицелляции тех или иных эмитентов. Ну а мы переходим к нашей второй теме, которая касается уже в большей степени даже не российского фондового рынка, а российской экономики, это закредитованность россиян. И с нами на связи финансовый аналитик CFA Сергей Скатов. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. ЦБ, а также сегодня у нас главный ньюсмейкер ЦБ, Банк России выписал статистику по числу кредитов, выданных населению России. Мы узнали, что 3 и более кредита имеет уже 11 миллионов человек. За первое полугодие, в принципе, число людей, которые имеют хотя бы один кредит, выросло на 2 миллиона до 47 миллионов человек. Каждый третий россиянин, получается, имеет тот или иной заем. Сергей, насколько, на ваш взгляд, это вообще опасная ситуация? Потому что тут же стали обсуждать, вот какой ужас, какая высокая долговая нагрузка. Возможно сравнить с другими странами. Это опасная сейчас ситуация для российской экономики? Вы знаете, практически всегда розничное кредитование – это какой-то такой монстр, который постоянно в комнате и всех пугает. И вот закредитованность выросла до рекордных уровней, потому что, в принципе, она растет. Если у вас была в определенный момент закредитованность населения 1%, а стало 2%, то она тоже выросла до рекордных уровней. Вот примерно такую же картину мы сейчас на самом деле наблюдаем. Да, количество заемщиков растет, количество кредитов на заемщиков растет. Но если мы посмотрим, например, на отношение общей задолженности домохозяйств к ВВП, то мы увидим, что она сейчас только приблизилась к уровню 2021 года, когда как раз она достигла первого своего пика. И она также была связана с подъемом экономики после спада в предыдущем году. То есть практически зеркальная ситуация. Вот этот показатель, там около 20% ВВП, примерно сопоставим мы с отношением госдолга к ВВП, в зависимости от того, как вы считаете, уровень внешнего долга. То есть, в принципе, 20% от ВВП долга на домашней хозяйстве, это не так уж и много. Если мы посмотрим, например, на США, то там этот показатель, примерно ту же дату, составляет чуть меньше 70% ВВП. То есть в 3 с небольшим раза больше. Поэтому говорить о том, что это какая-то страшная, непонятная сумма, нельзя. Но намного важнее, наверное, понять, хорошие это кредиты или плохие. Потому что бывает кредитование полезное и созидательное, а бывает простое потребительское, которое в будущем просто ухудшает положение домохозяйства. И вот здесь Банк России предпринял первую, наверное, попытку разобраться в этой ситуации, проанализировал данные кредитных историй. Достаточно крутое исследование, на самом деле, первое за долгое время в своем роде. Да, и как раз я хотел спросить, вот также есть мнение, что сейчас качество задолженности россиян ухудшается. Есть подсчеты, что большая доля сейчас заемщиков направляет более 50% своего дохода на погашение кредитов. То есть из того, что вы сейчас сказали, я поняла, что сама цифра, 47 миллионов россиян имеют кредиты не страшные, важно проанализировать качество. Что думаете по поводу качества заемщиков? Оно вам внушает опасения? Ну опять же, смотрите, да, тут давайте разделим ипотечный портфель и все прочие кредиты. Если посмотрим на ипотечный портфель, его качество даже улучшается. Но это не совсем корректно говорить, потому что уровень просрочки в ипотечном портфеле настолько низкий, и что любое там изменение, оно в состоянии находится где-то в пределах погрешности. То есть выдали чуть больше кредитов, у нас сразу просрочка упала, ну потому что люди еще не успели их просто просрочить. Но по факту на ситуацию это как-то повлияет. То есть у нас суммарная просрочка, если не ошибаюсь, по ипотечному портфелю что-то 0,5% от общей суммы задолженности. Ну это там крайне мало, да, это даже не считается на самом деле. Вот если мы посмотрим на портфель розничного кредитования, там просрочка повыше. Она составляет около 8% от суммы займов, но опять же это для розничного портфеля не выглядит чем-то там большим, да. Потому что чем нам в принципе опасны дефолты по потребительским кредитам? Они в первую очередь не так страшны для граждан. Граждане могут уйти в банкротство, это ухудшит их качество жизни, конечно, но это не фатальная ситуация. Там опасно, когда по таким кредитам начинают массово дефолтить, и у банков возникают проблемы с ликвидностью. То есть они сформировали резервы, выдали кредиты, кредиты выдали, сформировали резервы, а денег обратно не получили. Но у этих кредитов, которые с высокой просрочку, у них очень высокая процентная ставка. То есть банки с этих кредитов много зарабатывают. Поэтому они как бы вот этот относительно не сильно выросший риск давным-давно компенсировали за счет ставок. Поэтому то же самое примерно мы видим там и по роскошной прибыли банков. Поэтому опять же я бы здесь не говорил, что какая-то катастрофа, что-то там страшное происходит и так далее. Действительно есть какая-то там страта людей, которые берут долг, чтобы отдать предыдущие долги. Но это там относительно очень маленький процент, который на общую статистику и на экономику влияет не очень сильно. Сергей, ну вот вас послушаешь, кажется, что проблемы нет и даже не намечается. Между тем, как мне показалось, из риторики самого ЦБ даже в регуляторе видит какую-то проблему и испытывает определенные опасения. Вы же считаете, что вообще все идет по плану? Смотрите, регулятор пытается делать свою работу. Туда он пытается как бы заранее предотвратить какой-то будущий финансовый кризис, чтобы не было риска финансовой стабильности, не было риска экономики и так далее. Он пытается по всеми силами купировать риски. Банк России в этой ситуации действует примерно так же, как большинство домохозяйственных. Он действует от шока к шоку. То есть вот случился какой-то шок, мы должны все срочно перестроить, принять какие-то решения, потом ждем следующего шока, когда нам придется все там либо откатить обратно, либо снова закрутить гайки. Примерно так и происходит. В какой-то момент у нас кредитование сильно встало. Это первый и второй квартал 2022 года. Потом кредитование начало постепенно раскручиваться. Банк России начал бить тревогу, что что-то вы очень быстро стали выдавать кредиты, господа банки. С чем это было связано? В первую очередь в том, что Банк России сам в целях поддержания финансовой стабильности раскрутил макропротенциальные надбавки, которые он в этом году уже снова обратно закрутил. Соответственно, банки видят возможность эффективно размещать капитал, зарабатывать прибыль. Не это делают. Потом банк России практически в ручном режиме это регулирует. Помимо, естественно, каких-то финансовых нюансов, есть еще и социальные факторы. В целом, да, я поняла вашу мысль, Сергей, что в принципе все делают свою работу, банки выдают, ЦБ регулирует. Вы пока проблем особых сферы кредитования не видите, несмотря на такой рост количества заемщиков. Спасибо большое, Сергей. С нами на связи был Сергей Скатов, Сефеи, финансовый аналитик. Мы обсуждали рост числа закредитованных россиян. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!